привет друзья и гости международного канала алга петербург на стадионе дворца спорта зенит саша карельский и ваня червинский друзья всем привет наконец-то наступила весна пока что у нас забор там в районе мин минус 28 но очень хочется выходить на солнце и вот мы вышли на солнце чтобы обсудить с вами последние новости которые произошли на этой неделе ваня что происходит за нашей спиной за нашей спиной торжествует свобода спорта спортивный дух дух соревнований дух борьбы радость победы поэтому если наши новости покажутся вам не настолько интересными вы всегда можете посмотреть футбол тогда мы начинаем с главного события которое произошло 10 марта димаш как и обещал выступил в благотворительном проекте project q который был посвящен международному женскому дню но к слову нужно сказать что самого выступления как такового не было димаш показал свой клип на известную песню виа ван саж я тоже считаю что это прекрасная новость именно с нее и надо было начинать нашу сегодняшнюю беседу потому что песня виа ван она становится таким мировым хитом который у людей ассоциируется уже с дружбой с какими-то вещами которые помогают одним людям которым сейчас тяжело люди которым сейчас хорошо они помогают тем кто сейчас тяжелой ситуации и вот такая вот какая-то песня взаимовыручки песня дружбы песня дружбы народа международная которую в принципе я думаю что должна звучать на всех подобных мероприятиях ты знаешь что особенно приятно что этот проект был благотворительными димаш тоже внес свою лепту только единственная не совсем разобрался так как не очень хорошо знаю английский язык в итоге димаш поучаствовал в благотворительности путем того что пожертвовал 500 тысяч долларов или все таки это всего лишь часть от общей суммы которую удалось собрать на этом проекте сажел знаю что димаш не очень любят афишировать свое участие подобных мероприятиях наверное будет правильно сказать что он принял участие и не говорить про какие-то цифры действительно чтобы полностью согласен и главный вклад все-таки в этот проект это творчество это объединяющая песня которую уже наверняка послушали во всем мире и в америке в китае и я очень надеюсь что эта песня действительно станет таким важным вспомогающим звеном на борьбе с пандемией который сейчас бушует во всем мире ваня ты наверняка знаешь что это выступление происходило в онлайн режиме вообще все это мероприятие потому что это сейчас тренд на онлайн мероприятия и поэтому пользуясь случаем хочу вспомнить замечательный концерт алга димаш кавер выступлений на песню димаш который состоялся в прошедшую субботу что скажешь ты доволен своим детищем сажи в этот раз получилось как-то все как по маслу может быть потому что это уже пятый концерт может потому что зрители уже привыкли довольно таким нашим выступлением и я хочу сказать что единственное что я недоволен тем что мало просмотров потому что наш канал канал сейчас он такой в теневом бане в такой просмотровой яме и это конечно расстраивает потому что выступающие уверен что заслужили большего количества просмотров как ты думаешь а наши друзья могут как-то в этом помочь на сильно никого не заставишь смотреть если вот человеку не нравится им нельзя вот прийти сказать вот на смотри также как кстати и вот в реакцию хочется поговорить еще немного про реакцию ну что тут скажешь ребятушки дело не в песне не в аранжировке песню может быть абсолютно любой вот конечно это тот случай когда певец делает эту песню он сделает конечно любую песню гениальный независимо уже у нас у нас действительно так получилось что заходили к нам в гости разные абсолютно люди и процессе общения мы им рассказывали про свою деятельность чем мы занимаемся и конечно знакомили с димашем и нам даже удалось уговорить ребят сделать реакции и ты знаешь мне почему-то стало немножечко не обидно что вот такие молодые начинающие реакционеры столкнулись с хейтом с какими-то злостными комментариями которые их очень сильно расстроили мы-то с тобой уже привыкшие а вот их мне кажется незаслуженно немножечко обидели знаешь что я вот подумал что если например будут к нам приходить другие вот люди которые не знают а димаша вообще ничего и мы будем просить показать вот предыдущих реакционеров почитав комментарии многие могут испугаться и например вот сексофонист максим он вот уже боится мы говорим когда ты к нам придешь сделать реакцию говорит я что-то вот не хочу там столько всего в комментариях написали наверное правильно будет сказать нашим друзей друзьям чтобы на эмоциях не делали поспешных решений поспешных выводов и не писали острые комментарии потому что это может пугнуть реакционеров и они могут просто прекратить смотреть музыку димаша у них может быть какой-то даже негативный появится давай уже по-честному скажем что несмотря на то что мы называем их реакционерами они же делают это впервые и поэтому их нельзя так называть это ни в коем случае не профессионал это люди которые возможно впервые даже сели перед камерой и вы понимаете насколько это большой стресс в незнакомом месте перед незнакомыми людьми впервые смотреть выступление еще найти слова подобрать их сказать их в камеру это очень сложно ты вспомни как мы с тобой начинали димаш лайк но это это действительно сложный конечно вы не сравнивайте пожалуйста настоящих профессиональных реакционеров которые выпускают десятками эти реакции и вот первые реакции людей которые ну вот что называется взяли включили посмотрели и что на духу выложили я считаю что здесь нужно делать небольшую поблажку небольшую скидку самое главное у нас же нет задачи из них сделать реакционеров но задача их познакомить вот и мы очень хотим давать им новые песни давать возможность делать им новые реакции но при таком подходе и при таком злостном хейте я не думаю что у них будет желание вернуться к нам студию саша знаешь что я подумал что мы наверное следующие наши реакции если к нам кто-нибудь придет согласиться сделать мы наверное должны их еще немного по-другому показать потому что вот когда мы с тобой сидели когда мы с тобой сидели я отлично помню как наворачивалась слеза у девушки вот и потом я когда увидел комментарии о том что она совсем не эмоциональная мне даже как-то немного бедно стал я думаю что мы в следующий раз поставим еще одну камеру который будет крупным планом снимать ну если не будет она еще больше смущать наших которая будет показывать зарождающиеся слезы 3 какая во всем мандраж прям по всему телу но удивительник я вообще что кажется курьер выдавать ведь знаешь что везут микрофон реле для дронов много время начатает обиделся видимо крылья для дрона смотри какие цвета я что произошло с телефона не знаю он включает максимальную яркость на на свету и они такие прям сочные сочные видимо здесь нашки иногда же часто ставят какие-то блокировки ограничители там если двигатель например на на 300 например лошадей там его за 4 там 250 вот да у тебя все а мне кажется что вот у меня же китайский производитель телефона не буду рекламу делать да потому что потому что мы сколько кому рекламу не делаем а спонсора так и не нашли вот и я думаю что китайский инженер который там когда делал и он отверткой вот так вот яркость вот так накручивал и в это время услышал димаша и там когда где 8 на гаку димаш спел у него яркость так и он забыл совсем про телефон и вот он не приехал а я предлагаю раз уж мы заговорили о передачах которые вышли на на канале алга петербург также сказать о передаче которая выйдет в эту субботу мы продолжаем цикл знакомства с казахскими народными музыкальными инструментами и у меня готов выпуск про национальный инструмент сыбы сги поэтому я очень надеюсь что вы его посмотрите оцените и мы продолжим эту серию а еще друзья мы обязательно сделаем отдельный плейлист потому что мы анонсировали же серию передач про музыкальные инструменты еще в декабре и они так появляются в разнобой я думаю что мы сделаем отдельный плейлист музыкальными инструментами чтобы вам было удобнее смотреть кто интересуется казахскими народными музыкальными инструментами сможете зайти и вот этот плейлист будет будет в отдельном месте где будет подобраны все эти видео чтобы вам было удобно друзья ну а также я хочу всем напомнить что у нас сегодня пятница а это значит что в ночь с пятницы на субботу пройдет традиционное голосование на канале мтв и для всех дерз есть отличные новости о том что кеван разработал целую линейку возможностей проголосовать за димаша для тех кому это например не удобно делать в твиттере это можно теперь сделать на на нескольких площадках это может быть теперь вань и twitter это может быть и instagram это может быть и даже google форм появилась возможность составлять заявку у нас есть даже подсказки которые помогут вам голосовать активнее и правильнее для этого что нужно сделать у нас друзей появилась целая инструкция за это спасибо группе diars которые очень активно голосуют которые прям всех подталкивает чтобы лучше голосовали они нам помогли сделать подробную инструкцию которую мы разместим в нашем telegram еще раз благодарю diars которые этим занимались и сегодня кстати еще есть шанс у вас друзья проголосовать поэтому обязательно заходите в наш telegram и там будет вся информация как это можно сделать потратив 15 минут мы потратив голда потратив 15 минут мы рискуем рискуем получить первое место на сегодняшнем пятничном голосовании и я боюсь что вот благодаря вот этим новым новым таким технологиям новому способу голосования как бы первое место не получили мы все-таки второе место вот везучая мне кажется что sb19 эта ночь не сомкнут глаз им придется прям активно под напрячь чтобы догнать нас поэтому друзья всех приглашаем голосовать и давайте обсудим уже новости суббота а на этом наша беседа закончена всем спасибо за внимание до новых встреч пока пока подпишитесь на канал если хотите вместе с нами изучать феномен димаша кудайбергена нажмите колокольчик если готовы получать новый обзор первым и не забудьте поделиться этим видео с друзьями пусть о казахском феномене узнают все